Здравствуйте! На канале ТВ5 тема дня. Оказывается, крышки от пластиковых бутылок могут быть полезны. Об этом мы сегодня поговорим с Ириной Дяченко, президентом Запорожской молодежной организации «Небо без границ». Здравствуйте, Ирина. Доброго дня. Как давно проходит такая социальная акция по сбору крышек? Саме в Запорожье мы начали и с жовтня этого года, а в Киеве, которые были инициаторами и организаторами именно этой акции, она началась значительно раньше. То есть, возможно, 15-й год, ставя как раз начатом того, чтобы эта акция была започаткована и потом поддержана другими местами. Вы собираете крышки для протезов, правильно я понимаю? Да, абсолютно правильно. Для кого именно? Для всех, кто нуждается? Мы собираем именно для военнослужащих, тех, которые пострадали в зоне АТО. И, соответственно, именно мета этой акции – это брать крышечки и помочь тем людям, которые пострадали именно в этих местах. Это военнослужащие, которые из всей Украины или те, которые живут в Запорожье и Запорожской области? Это наша акция или вообще нет? Ваша акция. Наша акция. Мы так считаем, что будем все-таки шукать человека, который потребует поддержки именно в нашем регионе. Если мы ее не найдем, то понятно, что благодейный фонд ОВЭС, который является организатором и инициатором этой акции, у них в любом случае есть список тех, кто потребует этой помощи. Давайте теперь подробнее расскажем нашим зрителям этой акции. Потому что люди услышали, что крышки собираются для бойцов, а как это проходит, никто не знает. Вот об этом и расскажите. Мы начали ее сбирать в жевтнем месяце, когда мы оголосили эту акцию. И единственный пункт сбора на сегодня в Запорожье – это классический приватный университет, который является нашим базой для запорожьей молодежной организации «Небо без кордоней». Мы единственные сейчас в Запорожье, которые этим занимаются. Но раньше в Запорожьком регионе до этого долучились еще и Мелитополь. И, соответственно, у них уже акция эта пройшла и довольно активно влитку они ее закінчили. Мы же на сегодня продолжим сбирать. Как правило, у нас в первую очередь активные участники – это школы, детские садочки. Долучаются сейчас уже представники малого бизнеса. В принципе, мы охопляем довольно-таки великое коло людей для того, чтобы допомогти войсковым. То есть те, кто хочет помочь, они приносят крышки в классический приватный университет? Так, абсолютно правильно. У нас есть своя комната нашей громадской организации. И, понятно, что студенты являются активными участниками, потому что они помогают эти крышки и доставить, перенести, транспортировать их до того места, где мы их безусловно собираем. Ну, бывает такое, что человек хочет помочь военнослужащим принести крышки, но ему далеко добираться до университета. Где-то еще есть пункты сбора крышек? Ну, конкретных таких організованих пунктов від нас немає. Мы говорим про те, что мы є единый пункт. Але є вже такі і магазини, так і інші представники, які у себе встановлюють ці крышечки. Але зараз ми точнее не крышечки, а контейнери для того, чтобы зібрати ці крышки. Але все ж таки основный пункт сбору в нас. Тому ті люди, які телефонують нами, говорять про те, что вони не могут доставить. Ми починаємо просити студентів про те, що, можливо, комусь близко, чи хтось буде по дороге до университету, але може заїхати і забрати ці крышечки, якщо там, знову ж таки, невелика кількість. Якщо доволі таки велика, тоді ми вже шукаємо інших заходів для того, щоб доправити крышки. Вы говорите, что к вам присоединяются и устанавливают у себя контейнеры в магазинах. А вас они как-то оповещают об этом? Так, с кем мы спілкуемся, зрозуміло, что они про это говорят. Для того, чтобы мы знали, мы можем тогда зорієнтувати. Например, у нас магазин, тот, что активно долучился, был одним из первых, это пижама для всех. И, соответственно, те люди, которые ближе к нему діти, которые орієнтуются, где они находятся, зрозуміло, что они могут донести туда. Так же у нас, например, торговый центр «Украина». Мы не знали про то, что они собирали, но они потом, когда уже собирали, зателефонировали и сказали, что крышки в них готовы и они хотят их нам передать. Это такая очень важная и нужная акция. А как вы делали рекламу для нее? Это был только метод передачи информации друг от друга, либо были какие-то информационные, может, реклама была? Реклама у нас не было, сколько финансовой такой поддержки, великой, немає. И, тем паче, мы не бачим сенсу, чтобы, так бы мовити, выкладывать деньги на ту справу, так, если мы можем допомогти саме этими грошим, а отдать, знову ж таки, их військовым. Все, что мы сделали, это в официальном плане. Мы вернулись до Департамента освіти в Запорежье. И было разыслено официальные листи запрошения всем школам города. А далее уже долучились, как говорят, те, кто узнали, почули, почули. Мы выкладываем информацию у нас в мереже интернет, выкладываем на наших сайтах. И, понимаем, что здесь люди уже черпают информацию. Потому что, в первую очередь, социальные мережи на сегодня, напевно, покрывают и першими, долучают тех людей, которые хотят чем-то помочь. Вы говорите, что акция с октября месяца началась, то есть она уже почти три месяца. Сколько уже удалось собрать крышек? На сегодня у нас конкретно такой цифры немае, оскільки крышек действительно очень много. И, бывает, что за день привозят по три, по четыре, так бы мовити, заходы этих крышек. Поэтому мы сбилися с розрахунку после того, как мы начали их переносить из одния кімната, где мы уже не могли их складывать. В то время у нас было больше 300 кг. Потом до нас долучились, как мы на сегодня говорим, рекордсмены нашей акции. Это Ореховская гимназия Сузирья. Они привезли 104 кг. Это было больше девяти мишков этих крышечок. И мы тогда уже начали переносить их в другие помещения. На сегодняшний день мы можем смело утверждать, что их уже больше, чем пів тонны. А, возможно, были какие-то интересные и забавные истории, связанные с крышечками, когда их приносили. Возможно, кто-то принес частное лицо. Принес очень много и тяжело им было донести. Вот было что-то забавное. Ну, так мы не можем сказать, что, в принципе, те люди, которые сами по себе зносили, было много, такого не было. Тобто, как правило, это бабуси, так правило, это девчатка. Чому-то мы так дивимся, что больше девчата долучаются. Например, сама школярка просто принесла. Как правило, приносят в пакетиках. Тобто, это невелика такая кількість. Тому великой кількости такої не было. Как правило, кому важко, это школа. Вот, например, у нас тоже Ореховская гимназия, про которую мы с вами сьогодні уже загадывали. Они настолько до этого подошли кропотливо, что они каждую крышечку раховали. И они потом нам передали список, сколько каждый класс, и каждая дитина, сколько принесла крышечок. Врешті-решт, они дораховали, что у них вошло 44 тысячи этих крышечок, которые потом 104 кг переросли. И, соответственно, нам было интересно, что они так и сделали прям звук того, кто сколько сдал. А сколько крышек нужно на один протез? Вот вы говорите, что у вас уже больше, чем пол тонны. Этого хватит для одного протеза? Мы так понимаем, что, в принципе, не высаживают. В зависимости от того, как протеза мается на увазе, то, соответственно, и требуется разная количество крышечок. Мы пока что эту акцию не прекращаем, в связи с тем, чтобы уже передать нормальную количество на Киев, и для того, чтобы уже была нормальная поддержка того військового, которого мы выберем, или того, которого нам предлагает благодейный фонд. Ну, у нас пока на протезы не хватает, да? А если брать все украинские... Я думаю, что, в принципе, мы уже сделали больше половины того, чтобы на один протез все же таки мы можем придбать. А если брать все украинские масштабы, то скольким людям уже удалось помочь? Ну, все же таки, это вопрос, наверное, больше до благодейного фонда ОВАС, который безусловно этим занимается. Но на сегодня, снова таки, из последних новин, те, которые они известуются, и из того, что мы видели на телеканалах всеукраинских, было уже установлено первый протез для військового. Почему, как вы думаете, нужно присоединиться к этой акции? Я думаю, что все же таки, точнее, нужно сказать про то, что эта акция имеет на методе не только помощь військовой в зоне АТО, а эта акция была еще потребована Министерством экологии. И, соответственно, мы долучаем таким чином, социализируем наших детей до того, чтобы они все же таки не выкидали смятя те, что может потом помогать у подальшого кому-то. Тобто, кроме того, что мы помогаем, мы еще и зберегаем довкілля. Потому что даже, снова таки, до цикавого дохода, что дети, которые приносят кришечки или передают через вчителев, мы даже дивимся на эти кришечки, но видно, что они не зібраны сразу, там, из пляшки откручені. Они, возможно, где-то зібрали его, из земли подняли, или, может, еще десь. Потому что, ну, видно, что кришки не, так бы мовити, не сразу, так, откручені. Тобто, дитки збирают сразу землю, они понимают, что они принесут, они, возможно, там, переможут в конкурсе, який оголошает школа на наибольшую кількість этих зібраних кришечок. И тем самым, они нам очищают довкілля, оскільки кришечки уже не валяются под ногами, так, мы не выкидаем их просто, они знают про то, что они могут покласти. И эта кришечка потом, возможно, еще кому-то допомогти. То есть, это не только доброта, да? Но мы спасаем нашу экологию. Абсолютно правильно. У нас новогодние праздники еще идут, поэтому давайте поздравим запорожцев с наступившим уже Новым годом и с предстоящими праздниками. Мы витаемо всех запорожцев с прийдешним Новым роком. Бажаемо вам счастья, бажаемо міцного здоровья, бажаемо радости в семьях и всего всем найкращего. Спасибо. Обязательно присоединитесь к акции, ведь она поможет не только военнослужащим, но и окружающей среде. У нас в гостях была Ирина Дяченко, президент Запорожской молодежной организации «Небо без границ». Продолжение следует...